И снова здравствуйте! Сегодня на канале День ТВ в программе «Заправка мозга» человек, которого все вы наверняка уже знаете, ученый, биолог, профессор Сергей Вячеславович Савельев. Здравствуйте! Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора – биологические причины войн и военных конфликтов. Нет, речь не пойдет о биологическом оружии. Мы будем говорить о том, как те мощнейшие факторы, факторы эволюционного масштаба, которые мы не всегда даже осознаем, прикрывая их ширмой социокультурных феноменов, влияют как на политику, так и на то, что, по выражению великого военного теоретика, клаузовица есть продолжение политики иными средствами, то есть на возникновение и ход войн, и прочих процессов самоистребления человечества. Итак, первый вопрос, Сергей Вячеславович. Вот война для гомо сапиенс – это все-таки неизбежное состояние или это какой-то временный период варварства, из которого мы благодаря образованию, воспитанию, прогрессу в целом, мы из него вырастем и заживем, как в Золотом веке, где лев будет мирно соседствовать с ягненком, индийцы с пакистанцами, инспектор ДПС с водителем газели. Нет, этого никогда не будет, потому что суть биологического прогресса все-таки построена на том, что кто-то обязательно должен умереть. То есть биологический процесс – это процесс на самом деле эволюции, это негативный процесс. То есть это как бы кто-то огромным друшлаком лупит по ведру с макаронами, но какие-то попадают в дырочки, а какие-то нет. То есть всегда говорят эволюция – это прогресс. Нет, это эволюция, во-первых, не всегда прогресс. Ну, например, паразитические черви, попав в кишечник, что они стали лучше? Они стали совершеннее для кишечника, но они утратили даже нервную систему, то есть адаптировавшись. Ну, это намек на бизнесменов, что, ребята, если у вас очень много денег, вы переехали уже в Ниццу, вам все нужно, нервная система может прийти в деградацию. Надо осторожнее. Ну, не сразу, конечно, через пару тысяч поколений, но тем не менее. То есть эволюция – это не всегда прогресс. Эволюция, цель эволюции только одна. И не всегда линейный прогресс. Да, и не всегда линейный, потому что черви там, прости, чтение, что же эффективны. У нас жизнь проявилась в чем на этой планете? Максимум. Максимальное видовое разнообразие. Насекомые. Что там, несколько десятков тысяч нервных клеток? И все. И в основном набор очень примитивных, адаптивных инстинктов. Ну, как перфокарты или как там наборы алгоритмов программных. Обращаю ваше внимание, человечество тоже радостно стремится к этому совершенству, используя вместо мозгов эти айпады и айфоны. То есть гомоподизация, то есть когда они алгоритмы, как у насекомых. Понимаете, что такое у насекомых? У насекомых хранится набор врожденных инстинктов различных. Инстинктивно-гормональная регуляция поведения. Солнце пригрело, еда появилась, цветочки распустились, полетел, наелся, размножился. Человечество пытается сделать то же самое, только вместо мышления и набора социальных инстинктов, которые они еще используют, вот это вот цифровизация. То есть цифровизация мозга – это переход от человеческого подхода к решению каждой проблемы с помощью мозга и осознанного поведения, с помощью наборов алгоритмов. То есть получается такая насекомизация. Это частный пример того, что эволюция не всегда есть прогресс. Да, то есть, да, вот, пожалуйста, как бы появились компьютеры, стало хорошо. Ну и что, разучились таблицы умножения пользы? Да. Вместо решения осознанного ответа на внешние какие-то воздействия, раздражители события используются, то уже залезают в эту лабуду и начинают, значит, использовать. Чего готовые, которые им уже продали, за которые они сами заплатили? Алгоритмы поведения. То есть, чего? Чем мы тогда отличаемся от стада тараканов? И чем больше это происходит, тем больше это происходит тараканизация. Понимаете? Это вот насчет эволюции. Поэтому в эволюции как бы... Самое истребление, оно неизбежно? Оно неизбежно, конечно. Потому что на самом деле, вот, ну, с моей точки зрения, она может оказаться неправильной. Может быть бы во времена Клаузевицы я бы дотянул до ближайшей бы гильотины только, что вполне вероятно. Но мне, я могу сказать, что процесс эволюции человека, поскольку мы единственный вид на планете Земля, у которой эволюционирует по церебральному принципу. То есть, у нас эволюционирует мозг. А для того, чтобы мозг эволюционировал, должны быть инструменты отбора этого мозга с определенными свойствами. А эти инструменты отбора предполагают, что с определенными свойствами мозги надо оставлять, а с другими свойствами надо бы не оставлять. То есть, надо пресекать размножение особей с другой конструкцией мозга. И поскольку мы единственный вид на этой планете, у которого войдется церебральная эволюция мозговая, мы не можем проводить аналогии с другими животными. Они там за счет зубов, когтей, размеров тела, шерсти, там развесистый, там глаз, там чего ушей, чего вы хотите. Других адаптивных систем. У нас адаптивная система мозг. Поэтому мы не можем к ним апеллировать, поскольку немножко другой механизм. И поэтому у нас это все происходит очень изысканно и очень утонченно. То есть человек на самом деле всю свою историю, как он только стал жить большими популяциями, ну как закончилась история с неандертальцами, как и последними там или переоблутворили, или съели тех, кто не поддался. 30 тысяч лет назад началась вот чисто уже гоминидная эволюция. Эта гоминидная эволюция была построена на искусственном отборе. То есть это что означает? Это очень важно. Что мы являемся и объектами отбора, и инструментом отбора. Наш мозг является, собственно говоря, заложником. И то, что мы это не осознает, ничего не меняет. То есть людям кажется, что происходят какие-то там смены общественно-экономических формаций. Ну, кто эти формации видел, кто делал? Что многоукладность экономии при переходе к феодализму изменилась? Да нет. Ребята, я, конечно, понимаю, в качестве абстракции, чтобы детей учить в школе, это хороший прием. Ну, просто какая-то классификация. Да, систематичность, классификация знаний. А на самом деле, что произошло? Я уже приводил этот пример, не поленюсь привести еще раз. Когда идет отбор по мозгам, там все очень просто. Или работает, или не работает. Человек может выполнять определенные функции или не может. Ну, классический вариант – это когда была индустриализация. Та же самая древняя, английская. Появились станки, появились инструменты с механическими приводами, машины. Часть людей могла, вот об этом никто не говорит. Часть людей, позитивная часть, те, которые смогли освоить эти машины, их было мало. Но их не нужно было много. Они стали осваивать сложные машины, производительность труда резко возросла, а остальные? А остальные кричали, что это все безобразие. Логисты. Да, да, да. Что это разрушает их всю экономику, жизнь, все на свете. Ребята, из вас все способные пошли на эти заводы работать и стали жить в несколько раз лучше, чем вы. И получили лучшие условия для размножения. Да. И это и есть искусственный отбор. Умные, которые смогли освоить станки, которые смогли освоить сложные технологии, они получили финансовые преимущества, которые позволили оставить потом. А эти пошли на барригаты с шансовым инструментом. Ну, их там часть постреляли, часть посадили, часть в кандалы, часть на галеры. Ну, все, там не очень размножится на галерах, неудобно, весло мешает. Понятно, да? Вот и вся история. И так было всю историю человечества. Всю историю человечества. В этом отношении, например, Европа – это ужас эволюционный. Для меня это трагедия. То есть, ну, типа вот как там сгорел храм во Франции. Ну, это серьезная потеря. Не важно, что он там с 19 века наводел. Там все понятно. Но все равно была хорошая вещь. Сгорела жалко. А вот эволюция Европы – это сплошной кошмар. Почему? Потому что там шел негативный отбор искусственный. Ну, прошла французская революция. Ну, и кого потащили на гильотину? Сначала одних, потом те же, кто тащил на гильотину, других и прочее, прочее. Отбирали индивидуально, значит, казнили. Ужас, ужас. А внутри европейские до этого крестовые походы, где уничтожалось до 80% населения. За что? За то, что не платили 10. Ну, так, это хорошо, это ужасно, это все некрасиво. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Негуманное христианство какое-то получается. А кто оставался-то? Вот этому вопросу никто не задается. А кто 20%, которые выжили после этих крестовых походов? Это кто такие? Ах, это те самые подлецы, которые закладывали соседи. Которые вступили в сговор с этими местными крестоносцами. Которые поживились имуществом своих соседей. То есть это подлецы негодяй. Получается отрицательный отбор. Подлецы негодяй и предатели. Чего вы хотите? Тысячу лет Европа отбирала таких красавцев. Чего вы после этого хотите? Или кто возвращался из испанских колоний? Что там? Ангелы с крыльями, честные. Нет, это тот, кто и своих убивал, и местных убивал. Грабил все напрочь. Обманывал бессовестным образом. И вот эти вот виртуозы, жульничество, воровство и душегубство возвращаются в Европе. Становятся сэрами и пэрами. И начинают плодить потомков, как тараканов. Возникает вопрос. Ребята, а что происходило-то? Вы чего добились? Поэтому ни о какой морали. На протяжении тысячи лет совершенно безобразный отбор. Это и есть искусственный отбор. Выживает не умный, а выживает самый подлый. Особенно в такой условиях высокой скученности населения. При жесточайшем осуществлении искусственных приемов отбора. Ну, в России там. Из-за царем приказ какой-то. В какую-нибудь тамбовскую губернию. До кого крестьянина он дойдет? Он до сих пор не может вспомнить, какой у него царь. Потому что расстояние гигантское. А в Европе, разделенные на комнатушки размером с общественный сортир. Там, естественно, пришел новый князь. Он тут же начал всех вешать. Через два дня уже крестьянину руку отрубили за что-нибудь. Но мы можем говорить, что эти же процессы только в иных формах продолжаются до наших дней. Они усилились в несколько раз. Почему? Потому что прелестная подлость человечества состоит в том, чтобы это осуществлять незаметно. То есть гуманизация популяции состоит в том, чтобы делать еще более эффективное уничтожение. Но в данном случае не физическое, а совсем другое. А можно подробнее про механизмы этого уничтожения? Ну, очень просто. Каким образом? Ну, вот, пожалуйста, возьмем, например, 60-е, 70-е годы. То же самое США. В США ввели индекс IQ, то есть решили, что хорошее дело, интеллектуальная оценка качества детей, чтобы те, которые поумнее, учились в лучших школах, а те, которые поглупее, похуже. Те, которые поглупее физкультуры, там, баскетболом заниматься, а эти математикой, физикой. Кажется, хорошее дело? Хорошее. Возникает вопрос, а критерии-то какие? А критерии-то никудышные. Критерии индекс IQ создавался с посредственностями для отбора посредственностей. Они отбирали обывателей, дали им образование. А людей, которые были с особенностями, но с особенностями-то гениальными, индекс не работает. Они что сделали? Они отправили в тюрьму на бензоколонке, об этом тысячу раз говорил. К чему это привело? То, что во времена бушменства, то есть бушей, значит, они вынуждены были просто буш публичный. Я слышал эту речь собственными ушами. Поговорить о том, что дамы благодаря России и Восточной Европе решили проблемы с физикой, с математикой. Но Обама говорил о кризисе образования в Америке. Нет, то кризис образования-то понятно. Но они из этого вывода-то сделали через несколько десятков лет. Они сообразили, не прошло и 30 лет, как американцы сообразили, что IQ губит лучшие кадры этнические, национальные. И стали это дело исправлять, изменять это, отказываться где-то там еще как-то. То есть этот идет. Но самый страшный отбор искусственный – это невидимый, неслышимый, неофициальный. Человек приходит в детский сад. С кем там возятся? Там возятся с посредственностями. Дети асоциальные выметаются метелкой. У вас слабоумные, асоциальные. И самые умные. И самые умные, потому что с ними геморроя много. В школе тоже самое. То есть для того, чтобы действительно талантливому, способному человеку, у которого способности выше среднего пробиться в школе, нужно иметь вот такую здоровую голову. Почему? Ему нужно имитировать социальную обыденность. Он должен выглядеть как простой человек. И свой ум не показывать. Иначе его заклюют свои же школьники. Каждый может вспомнить о том, что было самыми умными в школе. Вы что, забыли про ботаников, которые там всех гоняли? И этих ботаников там прессовали все – учителя, родители, школьники, сотоварищи по классам. Ну и не каждый это может выдержать. Сколько людей с ломанными судьбами из этого всего. То есть это что, получается? Посредственности. Отбирают посредственности. Это что, улучшает популяционную перспективу интеллектуальную? Да нет, конечно. Ни в коем случае. И поэтому, значит, вот люди одаренные, со способностями, когда всплывают? Во времена социальных катаклизмов. Вот, пожалуй, Серебряный век. Та же самая война. Да, закат царизма, достаточно маразматического строя, надо сказать, во всех отношениях, когда вот были уже вожжи отпущены. И тогда могли талантливые люди пробиться. Постреволюционный период на протяжении 10-15 лет, когда руки не дошли начать опять душить зародыши, человеческую мысль, вот мы говорим, о, там, после революции какие-то люди. Что они появились? Просто не додавили, ну, не досмотрели. Вот, а потом все это в Режневске вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Потом в 90-е годы опять всплеск, но этот всплеск... Короткий. Э, всплеск короткий, непродолжительный. Это воспользовались в основном на Западе для того, чтобы выгрести все талантливые молодежи. Поэтому мы сейчас сидим здесь, так сказать, с безрыбием. Почему? Потому что только во времена катаклизмов не работает система повседневного, жесточайшего искусственного отбора. Отбор направлен на что? Он же ведь биологический. Ему шумные не нужны. Ему нужен репродуктивный результат. То есть количество потомков вот в этой популяции или у этих людей конкретных. А если они достигают своих преимуществ репродуктивных самыми подлыми образом, так это все нормально. Для эволюции это хорошо. Поэтому, если мы хотим, чтобы человечество поумнело в процессе эволюции, то есть индивидуально размножать умных, а не дураков, нам надо вводить соответствующие законы. Какие? Ну, например, я вот, например, избирательный ценз. Ну, не финансовый. В древнем мире там имущественный был ценз. Ну, там просто рассчитывали так, что если он такой сообразительный, что денег заработал, то он, значит, и не дурак. Ну, тогда считали. Ну, сейчас-то мы точно знаем, что многие, кто нарывал денег, их же не зарабатывают, в основном воруют. Что, скорее всего, наоборот. Он биологически очень специализирован. Ума большого нет, но ловкости много. Поэтому сейчас такая вещь, как имущественная ценность, не пойдет. Значит, нужен интеллектуальный. Ну, какой? Ну, хотя бы не допускать до голосования людей без высшего образования. Хотя бы это. Ну, и тогда вы будете строить государство не по нижнему уровню, не тем, кто прибегает к последнему, а тем, кто хоть в серединке как-то, хоть как-то рассчитывать на интеллектуальное развитие. Потому что это всеобщее избирательное право. Это необходимо для того, чтобы максимально имитировать демократию, которой на самом деле не существует. Ну, это понятно. Потому что это такая форма самообмана. Это форма легитимизации правящего класса. Да, правящего класса, который никакого отношения к какому народу не имеет. Всего легитимизации. Ну, а вот все-таки, возвращаясь к теме войны, некие эволюционные причины. Особенно вот интересны современные военные конфликты. В частности, допустим, у нас сейчас очень напряженная ситуация между Индией и Пакистаном. Это... Ну, Индия и Пакистаном, понимаете, вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Что хочет человечество глобально? Глобально. Вот что было бы всем выгодно? И американцам, и европейцам, и нам. Что было бы хорошо? Ну, конечно же. Наверное, к сожалению... Наверное, что была война. Во-первых, население, это само собой понятно. Но кому что нужно? Первое, чтобы была война. Во-вторых, чтобы она была долгая. Подальше от своих границ. Подальше от своих границ. Чтобы те, кто воевал бы, долго требовалось бы много оружия, много еды. И чтобы это было серьезно и надолго. Значит, кто у нас выше миллиарда? Индия и Китай. Вот сейчас там и индо-пакистанский инцидент, как пел Высоцкий. Как в песне. Но мы знаем, что в Пакистане сплошной Китай. Это же китайские хабы там стоят на границах и прочее. То есть это все равно этот инцидент. Об этом года два или три назад записал небольшой ролик, потому что меня зрители спросили, а что, собственно говоря, где должно произойти? Я говорю, ну вот вы смотрите, биологические причины. Всем выгодно, чтобы это произошло. И тот, кто понимает это, а понимает чисто интуитивно, потому что, ну, представляете, сколько оружия подадут американцы, сколько оружия продадим мы, сколько оружия продаст Европа, сколько застояло еды. потребуется почти трём миллиардам людей, которые будут воевать друг с другом. И, естественно, удержаться от такого куша никто не сможет. И это рано или поздно произойдёт. Это биологический процесс. А никакой не... Объективный, непридуманный. Он непридуманный. Нравится, не нравится, это всё равно произойдёт. потому что никто не хочет рисковать. Значит, будет вот использован такой вариант. Это ужасно? Да, это ужасно. Это отвратительно? Да, это отвратительно. Но это биологический процесс. Такие биологические, ровно такие же биологические процессы происходят везде. Инспирированные они там всякими цветными революциями, неинспирированными. Ну, тот же, ну, Каддафи, ну, что он же там, все у него деньги получали жители страны. Хоть кто-то там жил плохо, нет, но это же произошло. Потому что меняется не власть, меняются инструменты искусственного отбора. И поэтому это так же неизбежно, как раньше говорили, вот, производственные силы, производственные отношения. Вот здесь не производственные силы, здесь интеллектуальные силы, интеллектуальные отношения к труду. И просто люди, у которых конструкция мозга не будет походить, они все равно будут вытесняться. Раньше они вытеснялись весело с помощью гильотины. Но сейчас это чуть-чуть по-другому. Хотя тот же самый, опять же, военный конфликт. Военный конфликт ужасный, потому что во время военного конфликта избирательность очень низкая. Но, поскольку страны окружающие конфликтующих заинтересованы вести у себя высокоизбирательный эволюционный отбор, они будут создавать условия, в которых в другом месте, где им не важно, будет идти вот такое массовое смертоубийство. Потому что это залог того, что они удлинят и сделают более избирательным отбор внутри своих стран, обеспечив их финансово. То есть любая страна стремится что сделать? Стабильный, долгий, целенаправленный отбор своего населения. Для этого нужно что делать? Ну, как англичане нужно обворовать весь мир. И вот они долго, методично вот и себя отбирали, да, отбирались. Понятно, что там получилось. Но это было, это позволило долго и методично отбирать. Многим же нравится там какие-то там сэры, пэры, там все, пожалуйста. Там наши пытаются своих детей туда отправить, чтобы они научили их пользоваться карточками и туалетом. А, кстати, здесь похоже ли это на поведение обезьян? Допустим, подражание вожаку? Ну, конечно, похоже. Ну, слушайте, вот недавнее видео вышло там шимпанзе обучили айпаду. Я о чем говорил много лет назад, что вот айфон, айпад это как раз вот проверяйте, ребята, хвост у вас не вырос. Вот вам, пожалуйста, шимпанзе отлично там шарит, то есть сомкнулось. То есть вот эти пользователи десятки, они уже достигли шимпанзе и уже не замечательно. Миллионы лет эволюции. Уже разница незаметна. Понимаете, для стороннего наблюдателя есть шимпанзе и там 13-летний подросток. Ну, нормально. В общем, они уже сошлись. То есть интеллектуально и шимпанзе и шимпанзе выносит решение. Сделайте для нее понятными решениями, оно будет тоже им пользоваться. И этот. Поэтому здесь, так сказать, вот вам, пожалуйста, тоже искусственный отбор, но с помощью цифровизации. Цифровизация – это инструмент искусственного отбора. Такое же точно. Потому что тех, кто управляет этими системами, их очень мало. Они востребованы. Компьютерщики, айти-специалисты. Я вот только что был на конференции в Ульяновске, которая была от два дня. Там 5000 человек собралось. Найдите мне конференцию. Научную. Научную. О чем угодно, чтобы собралось. А это говорит о том, что это все ребят до 35 лет. Это те, кто управляет этими системами. А эти вот, это шимпанзе или там кто подросток, ну, все равно. Не важно, что он лохматый. Он же айпад. Если бы шимпанзе еще могла платить за айпад, вообще бы. И увеличивается разрыв. Разрыв неизбежен. И как происходил разрыв неизбежный между людьми, владеющими инженерными науками и там математикой, астрономией во времена Петра Первого, когда, я уже, выяснил, что там один из 50 из дворян и бояр мог освоить арифметику. Это смешно. Вот и произошел при Екатерине отбор. Она плюнула на все, на это дворянство, все это недоучественное боярство и сказала, ну, давайте набирать откуда угодно, хоть чтоб умели, хоть что-то. И сразу получился рывок. Да, и сразу получился рывок. Плюнула на все эти сословия. То же самое в 19 веке инженеры. Когда начало возникать паровозы, пароходы, железнодорожное строительство интенсивное, спрос на инженеров возник, что все, что ли, пошли в инженеры? Да нет. Способных, как казалось, не так много, но их вырастили, платили им астрономические деньги, почитайте Гарина Михайловского. И там все подробно изложено, как это все происходило на самом деле. Прекрасный писатель. И прошел всю эту школу. И там вот был отбор, и отобрали этих самых. И опять, и через полтора поколения, вот, пожалуйста, революция. Еще один отбор. И так будет происходить и дальше. Сейчас просто это будет происходить вот в качестве такой гильотины социальной будут вот эти технологии. Причем речь не идет о пользователях. Пользователи это будет как бы мясо, кормовая база отбора, а совсем другие люди. Так что вот. Ну, а будут ли среди этих людей конфликты? Конечно. Я говорю про тех, кто управляет процессом. Следующая генерация обязательно. То есть это такой спиралевидный процесс. То есть это непрерывный процесс. Как только ты решила, ну, смотрите, вот решили проблему в 19 веке, инженеров стало много, заводов стало много. Там в Германии оптических заводов производств казалось там 50 крупных. Это уму непостижимо. Ну, еще следующий этап возник спрос на других специалистов более высокого уровня. Появляется терфизика. Вспомните, это все эти... Появились те физики, те самые величайшие умы, которые создали ядерное оружие, догадались про устройство атома и прочее, прочее. Это следующая генерация после этого инженеров, которые строили железки. Вот вам и ответ. Все, и опять искусственный отбор произошел по новому принципу. Сейчас вот это касается цифровых технологий. Но их распространение является эволюционно выгодным процессом. Зачем всеобщая цифровизация нужна? Для того, чтобы в этот искусственный отбор вовлечь максимальное количество людей. Люди, которые этим занимаются, они не понимают, что они работают на эволюцию. Они такие резиновые куколки на пальчиках, которые на самом деле сидят на руке эволюции. Получается, что конкурентным преимуществом обладает именно тот, кто понимает, что он находится внутри этого процесса. Да. Уже понимание, это уже... Это уже много, да. Но в основном это, конечно, идет без понимания, просто как феноменологически это событие произошло. Все говорят, ну как же это? С чего бы это? На самом деле это созревшее, например, я вижу очень многие процессы, биологически-эволюционные, которые неоднократно вот мои знакомые знают прекрасно, предсказывал заранее, задолго до того, как это... Потому что не то, что я такой предсказатель и правительственный, у меня таких способностей в помине нет, я ничего предсказать не могу. Такого-то, выдумав. А ну просто биологический процесс настолько... очевиден. То есть процесс уже заходит, что кто бы не говорил, что он произойдет, это точно. Ну, то же самое касается, например, террористических всяких вещей. Это же тоже биологический процесс. А здесь интересно, как это связано с вами? Ну, здесь все очень просто. Здесь же ведь терроризм, он привлекательен совсем по другим причинам. Я об этом, в общем-то, говорил неоднократно. У нас же во всем мире... Мы об этом не слышали, очень интересно. Вы знаете, что, например, инициативников террористов 70%? Ни ИГИЛ никакой, который прокрался как-то так вот через штанину до святого места. Да нет, конечно. 70% людей, идущих в террористы, это инициативники. Люди, которые сами хотят чего-нибудь взорвать, кого-нибудь убить. То есть первичное у них внутреннее желание что-то разрушать, а потом уже под это дело подтягивается некая биология. Конечно, конечно. Они наоборот. Потому что они решают проблемы доминантности своей. Таким образом. Инстинктивные формы доминантности своей решают. И они идут самым простым биологическим путем. Мозг снижает аналогические расходы, когда появляется простой алгоритм действия решения инстинктивной задачи. В данном случае доминантности. Вот он нашел это решение вперед. 70%. То есть процесс-то биологический... Идеология вторичная. Это все, все это вторично подлежит. Ну, все же знают, что эти большинство террористов, они вообще не знают там ни религии, которые поклонятся, ни содержания, вообще не... Долда лампочки. Это биологический процесс. Религия является только ширмой, за которой они прячутся. Неважно, какая это религия абсолютно. Это ширма, которой они потом все объясняют. На самом деле сидит в нем совершеннейшая обезьяна. Никакого отношения к человечеству не имеющая. Реализуется его инстинктивная форма поведения, доминантность. И дальше все очень просто. А мозг это поддерживает, поскольку доминантность на простом алгоритме поведения, все расходы уменьшаются, лимбическая система позволяет, подкармливает эндорфинами, кокаином. Если у человека не получается доминировать одним путем, будучи богатым, он выбирает другое. А это неважно. Я-то еще раз об этом говорил, что неважно, как выпендриваться. То ли в Роллс-Ройсе от Кардена одевшись, то ли в Рубище на Тихом острове молчаном 10 лет, то ли в ИГИЛ. Это все одно поле ягодки. В этом опасность таких вещей. Кажется, что содержание разное, содержание одно и то же. Но вот чисто гипотетически, как мы можем этому противостоять? Этому можно противостоять, но это не для всеобщего обозрения. Потому что... Но способы есть. Биологические способы есть, если их целенаправленно применять, не стесняясь. Потому что, вы меня простите, если у вас бешеная собака бегает по городу, бешеных собак нужно истреблять сразу и на месте. И не надо там цацкаться. Есть биологические процессы, которые вы преодолеть не можете ни уговорами, ни разговорами, ничем на свете. Поэтому нужно это все поставить. Ну, как минимум, изолировать. Ну, как минимум, изолировать. Но, как правило, изолировать, это довольно бессмысленно. Это бессмысленное занятие. Нет, к сожалению, эволюция, она жестока, печальна. Но, к сожалению, как бы в этих случаях придется идти на непопулярные меры. Иначе это отзовется через поколение. Сполаги, посмотрите на Украину. Кто завез туда такое количество людей, которые, так сказать, имели корни и проблему Второй мировой войны. Это же их потомки сейчас делают то, что мы видим. Ребята, вы сами... Через 50, через 70 лет... Вы сами породили эту систему, по этой целенаправленной. Это было еще в советские времена, и поэтому мы сейчас это расхлебуем. Таких вещей не бывает. То есть нельзя... Эволюционные процессы откладывать нельзя. Эволюционные процессы нельзя консервировать, потому что они потом прорываются... Само по себе это не рассосется никогда? Нет, не рассосется, потому что эволюция нацелена не на то, чтобы человечество процветало. Эволюционный процесс, он чисто биологический. А биологические процессы... Там нет понятия религиозности, нет понятия морали, нет понятия человеческой ценности. Эволюция, она самая жестокая, что только может быть. Она бескомпромиссно жестока. И если мы не будем контролировать эти процессы, мы будем ловить по одному там террористу, ну это будет смешно, и мы будем всегда проигрывать. Поэтому вот изучение, в том числе, человеческого мозга, как механизма этой эволюции, я считаю, очень важно. Но этим никто не занимается. Так что могу всех поздравить и успокоить террористов. Ну я надеюсь, что все-таки рано или поздно возобладает здравый смысл. Ну для этого надо, чтобы он у кого-то был. По крайней мере, хочется верить, что в частности у вас есть некоторые разработки, о которых мы тоже не будем здесь говорить. Нет, а вопрос востребованности. Кому они нужны? Потому что всем же кажется, что такие разработки, они являются неприкладными, хотя они суперприкладные. Более чем. А более чем прикладные и решают по старинке и становятся опять инструментами искусственного отбора. Вот в чем проблема-то. Человек, который принимает решение, обычно не понимает, что он инструмент эволюции. И вырваться из этого порочного круга не может не только наш, и американцы, и европейцы. Они не понимают, что их самое честное, самое сокровенное решение это эволюционный процесс. Вот в чем ужас. Абстрагироваться от этого архи сложно. Нужен совершенно другой уровень понимания происходящего. С этим я очень редко сталкиваюсь. Спасибо вам за содержательную беседу. А вы, дорогие друзья, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно осознавайте себя участником эволюционного процесса. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok